очень холодно сильный ветер чем же можно обогреться на ходу на рыбалке на охоте еще где-то есть несколько вариантов индивидуальных средств обогрева например называется это тепло это или аист это химический источник тепла компактный время работы 3 часа одноразовый стоит 21 рубль вещь хорошая есть у меня видео про это но он может у вас в кармане разорваться еще что-то с ним случится и вы окажетесь без тепла вещь более надежная и многоразовая это бензиновая грелка зипа или китайская у меня видно привет ребят вот такая вот грелка наполняется бензином и греет 8 10 часов при этом ей нужен доступ воздуха некоторый и она пованивает бензином но вариант рабочий но при этом надо иметь естественно бензин еще один вариант многоразовые грелки это вот такая вот солевая грелочка они я сегодня и хочу вам рассказать солевая грелка это вот такой вот контейнер с оболочкой внутри плавает аппликатор элемент запускающий реакцию сейчас она холодная и мягкая и я храню в коробочке объясню потом почему чтобы запустить реакцию нужно взять аппликатор и согнуть его здесь у нас перенасыщенный раствор насколько я понимаю и изгиб аппликатора запускает реакцию вот она пошла реакция и уже мгновенно начинает эта грелка разогреваться и греть руки у хорошо как хорошо тепло и вот она нас вот такую форму приняла лучше бы она у нас была более компактный более такой плоский я не успел это сделать на видео показал все она сейчас еще не совсем твердая но уже более-менее раствор перешел из жидкого состояния твердая с выделением тепла все грелка греет работает так она может прогреть несколько часов я сейчас мы ее оставим на холоде вот так она конечно быстро остынет но если мы положим в карман она будет греть долгое время такая вот грелочка и преимущества и недостатки вот здесь вот одноразовость цена каждый раз 20 рублей платить но зато компактно можно положить в носки даже можем носки куда-то кинуть ну может из недостатков может сама сработать и три часа греет но они есть разного объема есть побольше вот это недостаток воняет бензином нужно перезаправлять зажигалка и разжигать запускать может потухнуть здесь соответственно недостатки это во-первых то что она тоже может запуститься вот я сжимал эту штучку она запустилась это может конечно произойти в кармане рюкзаке это первый недостаток второй то что может это все порваться поэтому надо хранить в контейнере в каком-то плотном порваться и вытечь это все может у меня было с этими солевыми грелками ну и в принципе вот два только недостатках мягкая упаковка это недостаток достоинство то что можете прямо в котелке в походе и и днем снова активировать это делается за 10 минут всего лишь капититься вода 5 минут проварится снова раствор перейдет в жидкое состояние раствор снова все это дело перейдет в жидкое состояние и можно снова пользоваться и запустить аппликатором аппликатор и грелку что внутри как ее можно перезарядить я вам покажу прямо сейчас возвращаем грелку в исходное состояние нужно кипятить не менее чем пять минут обязательно чтобы все кристаллы перешли в жидкое состояние но это вы заметите примерно первые три минуты кристаллы еще имеются потом уже все одна только жидкость можно заворачивать во что-то чтобы не повредить оболочку я этого не делаю в принципе уже все готово если вдруг не докипятили то произойдет так что грелка просто сама застынет со временем то есть через час она уже снова окаменеет если не все кристаллы перешли в жидкое состояние поэтому вы поймете что они доварили но обычно пять минут и никаких проблем все грелка остыла высохла можно ее убирать самый главный недостаток этих грелок это то что при малейшем перегибе аппликатора она запустится поэтому я считаю что лучше в каких-то твердых коробочках это все переносить дома то не страшно ну запустилась она ну и что снова вскипятили все нормально но вот если вы где-то на рыбалке в лесу то будет неприятно обнаружить что грелка у вас запустилась в кармане второй недостаток этих грелок это мне все-таки кажется у дешевых у них малая прочность оболочки у более дорогих конечно получше оболочка но у дешевых оболочка не плотная вот эта коробочка заодно защитит и оболочку и так аналитика на то как это все работает здесь у нас солевой раствор раствор перенасыщенный находится в состоянии равновесия в данном случае у нас внутри вот такой вот кружочек аппликатор называется соответственно он запускает реакцию при перегибании раствор выходит из состояния равновесия то есть вот таким вот образом и аппликатор становится центром кристаллизации вызывая фазовый переход раствора из жидкого состояния в твердое и это все сопровождается выделением тепла соответственно 50 градусов 55 градусов ну и чем больше размера грелка тем дольше она будет работать в данном случае она так часик работает нормально давайте сейчас еще встанем на паузу через полчаса снова включимся померяем температуру на данной конкретной грелки может вы купите другую большего размера лучшего качества изготовления и у вас она будет дольше греть ну посмотрим сколько греет у меня вот так вот выглядит аппликатор вблизи и вот так вот сгибается ничего особенного ничего особенного соответственно когда мы это все кинем потом в кипящую воду происходит обратный процесс кристаллы растворяются поглощают тепло и все снова у нас раствор состоянии равновесия до того момента как мы запустим процесс еще раз 55-56 градусов встаем на паузу на полчаса так полчаса спустя все два градуса все это один пятьдесят все два градуса ждем еще полчаса прошел уже час то есть следующий час уже пошел на числах проверяем 43 градуса 41 43 42 руками все еще ощущается теплая конечно 45 имейте ввиду что это она лежит просто так здесь на столе еще и на возвышении все на вы лежать у вас в носке к примеру то она остывать будет медленнее ну и так далее в принципе вот 44 давайте ну ради прикола еще полчаса прошел час 40 давайте посмотрим 32 градуса работает наш прибор работает 32 32 уже меньше температуры тела 32 дальнейшее я не вижу смысла дальше измерять температура будет только падать вот на что способна вот такая вот маленькая солевая грелочка предвижу вопрос где где купить где-то купил те где где нам такие же купить замечательные грелки я купил у частного продавца вышло мне вот такая вот я еще несколько купил в 100 рублей штука можно найти дешевле можно дороже я нашел по такой цене заходим google прописываем солевая грелка пробел купить пробел имя своего города находим покупаем все очень просто такие вот результаты показывает вот это вот маленькая перезаряжаем в очередной раз сейчас смотрю передачу следопыт с глебом данильцевым и вот у него огромная эта грелка чтобы класть спальник так что они бывают и огромных размеров ну чтож одна из грелок у меня порвалась давайте ее распотрошим посмотрим что там внутри я ее пробовал и заплавлять и зажимать ничего не получилось и при последней варке вот тут видны еще остатки он она частично тут все кристаллизовалась но при последней варке все-таки совсем сильная течь пошла и вот что мы имеем в итоге такая вот масса пахнет такими солями какими-то химическими вот что мы имеем это естественно все только утилизировать крепкие тут с красителем с голубоватым в данном случае есть желтые зеленые синие вот и все чем хотел поделиться по солевым грелкам естественно лучше иметь и такую и такую и такую выбирать по задаче если вам не нужен запах и нужна перезаряжаемость то конечно солевая грелка с другой стороны если запах вам не важен и важна многоразовость то подойдет и бензиновая если нужно однократно для какого-то выхода на рыбалку еще куда-то сойдет и теплоид как резервный такой неприкосновенный аварийный запас рюкзаке лучше подойдет теплоид на мой взгляд ну что ж если что сказать пишите в комменты благодарю всех за просмотр все пока пока увидимся в следующих видео